Марес стэн 58 сантиметров вот здесь также есть компенсатор по участи из неоприя наделал сам чтобы он после выстрела всплывал вот добавил фонарик так удобнее там скволь так же вот амортизатор вот карабинчик имеется с вертлюшком с вертлюшком да нам на мэровский с плюсов удобно скажем предохранитель при допустим просто перемещение как упор используете его в общем-то довольно таки удобно также большой линзброс очень удобно наматывать линьки то же самое что днем что ночью даже на ощупь легко наматывается горпун восьмерка но зато крепкий по точности в принципе добавил фонарик немножко меньше стабор просу очень хорошо . аналогичный четырех кратный а то что без регулятора будет нормально закачал его 23 килограмма на вот упирался в весы 23 килограмма как бы хватает и заряжается легко меня устраивает вполне и из комфорта как бы я не чувствую ну а так не травить ничего никаких проблем нет марис все-таки как никакой длины хватает длины хватает в принципе везде по кустам полазить вот здесь 4 метра линя после выстрела выматывает момент моментально то есть так при таком прозраке еще не стрелял до в общем он оправдывает эти деньги которые более чем я им доволен как бы у меня хватает армалет по прозраку не ломает когда добыть ну чуть-чуть конечно я бы добавил стоящим получите компенсатор возможно из-за фонарика из-за фонарика тоже компенсирован компенсирован пенопласт по нашим прозракам самое оптимальное ружье если иметь 10 штук такого игоря то у нас просто разные постоянно водоемы и реки разный прозрак поэтому приходится плюс в основном сороковочка охотится поэтому ей как девчонки это оружие просто незаменимая просто мощный пистолет да так вообще как универсальному 50 . до 60 сантиметров это ружье которое она востребована везде будет при в любом случае это ружье которое должно быть первое и даже если она единственная вот она я думаю я бы взял 55 58 сантиметров до 60 до но я взял бы задняя рука я как-то не сторонник среднеруких ружей скажу почему потому что у них подбросы сильные что-то еще кто-то скажет они нужны где-то в корягах и все но я скажу я даже с этим ружьем умудрялся лазить в такие корчи там я не знаю в траву которых которую просто руку тяжело засунуть я умудрялся снимать перехватывается ружье залазишь аккуратненько где-то переместил руку все рыба если стоит вот ты видишь чешую в те это самых темноте даже с фонарем позволим либо так просто сплошной траве все это все просто вот и залез аккуратненько раз коп взял выстрелил все вот гарпун все он перед носом в принципе есть какие-то возможности для маневра вот поэтому ружье но она всегда востребована то есть если ты в траве лазишь ты стрельнул если ты вышел на чистую воду появился какой-то прозрак она у тебя задней рукой подвоз будет не такой как в среднем руках средне руками вы всегда будет выстрел точнее плюс ко всему маленькая хитрость не знаю как того я стреляю всегда держу ружье вот так я не держу его так стреляю да почему потому что подброс идет вверх я держу его так и выстрел приучу себя держать так почему потому что подброс идет вдоль рыбы даже если есть какая-то незначительная поправка на на расстоянии она идет вдоль рыбы то есть я в любом случае стараюсь попадать и попадают вот если стреляют так то конечно промаха больше значительно больше вот поэтому моя хитрость отлично моя это вот такая выстрел идет вот так вот по горизонтали ручка все я с кита стреля вот все таки карта вот на куда классика да но за люсин то есть уже просто привык целью ниже вот но за счет фонарика за счет его веса уже не такой вопрос как будто каждый по своей да кто как привык